В детстве я не проявлял большой склонности к музыке У меня были обычные мальчишеские увлечения Футбол, хоккей, собирание марок Но как многих детей, мама водила меня в музыкальную школу Точнее таскала силком Где я прозанимался два года на фортепиано Затем победил в молодости Музыкальную школу я благополучно бросил И пробегав еще пару лет Занимаясь любимым футболом, хоккеем Где-то в классе в пятом я вдруг открыл для себя Как обычно бывает в коморке за актовым залом Открыл для себя стихию групп Стихию песен, выступлений, барабаны, гитары И все, что связано с миром музыки И это меня, можно сказать, накрыло лавиной Настолько, что я позабыл про все свои былые увлечения Напрочь Что называется С этого момента музыка стала моим хобби Моим любимым делом И, в общем-то, всем, чему я посвящал свое время Где-то в шестом классе я уже твердо знал, что по окончании школы Буду поступать в музыкальное училище И стану профессиональным музыкантом Никаких иных вариантов для своей будущей жизни я даже не предполагал Без обучения от победы усы, и мы с тобою Приговоренные друг другу навсегда В доме и в доме идет страх и поля Все с нами не с примеримой борьбою Из-за комбарселенной, если не изменяется НИГАДА 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 Законами раздания не могут изменяться сообразно 30 человеком Но, против, человек сам полностью подплазнен этим законом Никак бы не внили себя люди Ни не винают, но не удаться исценить существующий порядок вещей И теперь, ни после, никогда Прежде чем поймешь, что больше Где броска не осталось сил С мыслями соберись И тотчас Пару каять свой клинок морзи Прежде чем ты поймешь, что значит Быть прижатым спиной в стене Выстрели, выстрели, на удачу Хоть бы поздно В ТОВЕРА КОЛОЛЬТРА КОЛОЛЬТРА ПЕСНЯ БЕС ИСАЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ЕСПРАНИЕ ПЕСНЯ И БЕСНЯ С самого начала моим любимым инструментом стали барабаны. Для меня это явилось каким-то мистическим открытием, чем-то таким удивительным и волшебным. Молодым музыкантам сейчас, пожалуй, будет очень трудно поверить, но в то время у нас не было ни нормальных инструментов, ни учебных материалов, ни нот, ни пособий, ни видео школ, ни ютуба, ни компьютеров. Поэтому инструменты приходилось делать своими руками из подручных материалов. Я помню, как мы корпуса барабанов катали из... на заводе заказывали кадушки из какой-то листовой стали. Я один раз попросил отца, чтобы он мне скатал у себя в институте из оргстекла, потому что я увидел группу Led Zeppelin, у которой были прозрачные барабаны. Я был абсолютно ошеломлен этим, вообще тем, что барабаны могут выглядеть таким образом, и, конечно же, мне немедленно хотелось иметь нечто подобное. Мне скатали эти кадушки из оргстекла, примитивно сделанные, не идеальной формы, но это было неважно. Я вцепился в эти кадушки, где-то там добыл винты, где-то в другом месте добыл крепежи, обручи и так далее. И все это, в конце концов, собрал, насколько было возможно. Качество звука уже стояло на втором месте в то время для меня, но главное, что мои барабаны немножко-немножко походили, как у моих кумиров того времени. Ну и до сей поры барабаны и другие перкуссионные инструменты, все, что связано с ритмом, является для меня тем, на что откликается сердце. Это то, чем я подзаряжаюсь, то, чем я лечусь, если вдруг почувствую себя не вполне хорошо. То есть это тот мир, в котором я себя абсолютно смог реализовать и чувствовать себя на своем месте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя первая группа, это была группа, состоящая из друзей. У нас была компания друзей, близких друзей, которые вместе музицировали, сидели там где-то по своим, или дома, или в коморке, или где-то потом, когда у нас появилась первая студия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С самого начала я углубился в сочинительство музыки, и мы вместе пытались нашей группой создавать что-то свое, что-то оригинальное, какой-то свой материал. Мы не занимались в то время концертами. У нас стихия свадеб и стихия каких-то вот таких, знаете, ресторанов, скажем, вот эта сфера музыканской деятельности. И меня практически не интересовало, я туда даже не окунался. Поэтому мой музыкальный путь был связан с творчеством, и он был похож на, знаете, такое своего рода отшельничество. С группой мы занимались сочинением своей музыки, своих песен. Вне группы я писал, непрерывно писал и сочинял свой материал, потому что для меня это являлось приоритетом. Поэтому какие-то выступления, может быть, изначально происходили, когда меня, там, например, мой преподаватель просил подменить его в ресторане. Но это было два-три раза за все мое обучение в музыкальном колледже. А так я не могу сказать, что я очень много выступал, где-то концертировал в то время, во время моего обучения и, так сказать, становления как музыканта. Происходили какие-то интересные концерты. Я помню, у нас существовал рок-клуб, достаточно успешный, достаточно... Это был очень интересный этап, очень интересный период музыкальной жизни нашего города, когда под эгидой рок-клуба происходили концерты, происходили даже рок-фестивали. Это было что-то такое необыкновенное. Съезжались группы, исполняли свои песни. То есть, ну, это было здорово, это было классно, очень интересно. Несколько раз я выступал там, но это было не имело такой систематической основы. У меня с самого начала, так сказать, моя композиторская и профессиональная планка стала очень высоко, поскольку я открыл для себя мир рок-музыки и, в частности, прогрессив-рока. И ориентировался, с самого начала ориентировался на классические образцы стиля. То есть, те, кто произвел на меня очень сильное впечатление и начал формировать мое композиторское мышление. Там, где, помимо, собственно, рока, присутствует еще глубокая композиторская мысль, присутствуют элементы классической музыки, полиритмия, полифония, и многомерность, и многоуровневость музыкального ландшафта, скажем так. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Затем в моей профессиональной жизни произошел очень крутой и внезапный перелом. Игорь Доценко, как-то раз приехав в Калугу, услышал мой материал и сказал, «Давай-ка, парень, собирайся, нечего здесь сидеть, поехали в Питер записывать альбом». Он мне вызвался помочь с организацией записи. Таким образом, я вдруг оказался в Петербурге из моей андеграундной студии, крохотной, собранной, опять же, по крупицам своими руками и построенной, и оборудованной, насколько это было возможно. Я вдруг оказался в Питере и, можно сказать, почти с поезда попал на рок-фестиваль, ежегодный фестиваль Джона Леннона в громадном спорткомплексе, где мне сразу же посчастливилось сыграть вместе с музыкантами ДДТ, Наутилуса и Алиеса, в общем, и другие группы, там был весь российский рок, в общем-то, был представлен на этой сцене. И вот, представьте, мой шок, когда я, просидев, можно сказать, все годы в своей музыкантской келье, вдруг оказываюсь в этом пространстве, в этом многокиловатном звучании. Это, конечно, было что-то такое, что остается в памяти на всю жизнь. С той поры выступлений стало больше в Петербурге, затем я оказался в Москве, где продолжал концертную деятельность. Ну и дальше пошло-поехало. Начались гастроли. У меня сформировался фьюжн, джаз-рок фьюжн коллектив, с которым мы достаточно успешно гастролировали по стране, выступали на многочисленных джазовых фестивалях, достаточно высоко стояли даже в российском джазовом рейтинге. Затем я оказался в Америке, несколько лет выступал и жил в городе Нью-Йорке, и по окончании этого периода вернулся домой, чтобы продолжить творческую и концертную, и педагогическую деятельность уже у себя дома, на родине. Субтитры подогнал «Симон» Ну, знаете, самый большой кайф для меня был, есть и, я думаю, останется это сочинение и исполнение своей музыки со сцены. Это ничем не сравнимое удовольствие и внутренний восторг, и упоение, когда ты приносишь что-то свое и имеешь возможность поделиться, сказать, «Ребята, вы знаете, у меня вот тут есть, я тут кое-что придумал, сейчас я вам покажу, сыграть это со сцены, а тем более даже сольно, это огромное удовольствие. А если это происходит с друзьями-единомышленниками, которые стоят рядом и помогают тебе делиться своей радостью, своей музыкой с, неважно, большой аудиторией, это может быть хоть пять, хоть десять, хоть пятьдесят, хоть тысяч человек, это в любом случае ни с чем не сравнимое удовольствие для меня. Пару лет назад у меня прошел большой творческий вечер на сцене филармонии, где я опять же вместе со своими друзьями исполнял двухчасовую программу из моих произведений, написанных в разные годы для разных составов исполнителей. Это был кайф, это было такое колоссальное удовольствие, когда время останавливается и весь мир перестает существовать для тебя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас играть приходится много и в разных форматах. Это могут быть и корпоративы, и какие-то специальные мероприятия, или даже часто приходится заниматься оформлением спектаклей в драматическом театре. Ну, я повторюсь, если рядом стоят хорошие, талантливые музыканты, то играть, в общем-то, любую музыку приятно. Это живая энергетика, обмен энергиями с залом, с публикой. Поэтому само музицирование несет в себе награду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Больше всего мне нравится играть с талантливыми, и одаренными, и самобытными музыкантами, имеющими свой стиль, свой собственный почерк, индивидуальность, которые не стремятся копировать, не стремятся быть похожими на кого-то, а обладают своим лицом. В этом плане мне повезло, потому что с самого начала моего творческого пути, когда у нас была группа друзей, мы начали сочинять музыку, писать песни вместе с моим лучшим и самым близким другом Евгением Пуховым, который является поистине самобытнейшим гитаристом и композитором. И он, что называется, вот такой из категории талантливых самородков, самоучек, который играет так, как никто. Услышав его буквально первые ноты и фразы, его ни с кем нельзя спутать. И так сложилось, что, являясь и лучшими друзьями, мы в то же время являемся братьями по музыкальному разуму. Он приносит свои оригинальные идеи, я затем начинаю их каким-то образом обрабатывать, приводить в завершенный вид. И вот таким образом, сотрудничая с ним вместе, мы записали уже... Два года назад выпустили альбом. Кроме этого, у нас еще есть материал, кроме этого, мы периодически встречаемся, пишем новые песни. То есть, это то, что идет с нами по жизни сквозь десятилетия. Нашему проекту, который называется Омниум, уже не один десяток лет. И он благополучно продолжает существовать, несмотря на то, что сменяются эпохи, рушатся империи. Наш проект и наше совместное творчество живет. В идеале, в группе музыканты и партнеры должны подходить друг к другу, как перчатки. И у нас же не сложилось именно таким образом. Мы понимаем полуслова, он приносит свою идею, а сочиняя какой-то риф или какую-то мелодию, он не задумывается, в каком она размере, в какой она тональности, он не обременен лишней информацией. Это уже моя часть работы, выяснять, что это, собственно, за размер и так далее, придумывать аранжировку. Поэтому наша с ним музыка звучит крайне самобытно. Именно по той причине, что изначально она лишена всяческих шаблонов и всяческого ориентирования на кого-то или на какие-то группы, на какие-то уже известные коллективы и исполнители. Это сохраняет ее самобытность. И в то же время это сохраняет ее вне трендов. Она не зависит от сиюминутной моды и от того, что сейчас в тренде, что сейчас в топе, какие стили являются актуальными и так далее. И, конечно же, мне доставляет огромный кайф играть нашу с Женей музыку со сцены, когда представляется такая возможность. Субтитры создавал DimaTorzok Вы знаете, очень трудно вспомнить что-то связанное с приколами и девочками, потому что, как я уже сказал, с самого начала главным приоритетом для меня было творчество, сочинение и запись своей музыки. И на это уходило все время. Я не играл по танцам, я не играл по свадьбам, поэтому пространства для приколов фактически отсутствовало. Когда ты находишься в студии и сосредоточен на творчестве, на записи сочиненного тобой материала, там не до шуток, это дело очень серьезное. И этим я занимался много-много лет, благодаря чему к настоящему моменту у меня накопилось достаточно много материала для самых разных стилей, для самых разных составов инструментов, от сольных пьес до дуэтов, до симфонического оркестра. Именно по той причине, что все свое время я уделял этой сфере деятельности. Поэтому даже трудно что-то вспомнить так вот, навскидку. С деньгами тоже, ну, такой прикол один раз происходил, когда мы гастролировали с моим фьюжн-проектом по России. У нас был тур в Сибирь, мы доехали аж до Тувы, до города Кызыла, то есть почти до монгольской границы. И будучи проездом через город Томск, где мы выступали в Большом дворце культуры, по окончании концерта. Ну, то есть концерт прошел, все хорошо, нам надо было ехать дальше, в следующий город. А тур наш происходил таким образом, то есть это было время, когда у нас не было каких-то промоутеров, мы все делали сами, всю организацию гастролей, от начала до конца, в общем-то, все лежало на наших плечах. Сейчас, если мне надо было созваниваться, списываться, забивать даты, договариваться, где мы остановимся, где мы там сможем переночевать и так далее. Я тогда в концерт, мы должны были двигаться дальше, было рассчитано так, что гонорар с этого концерта позволяет нам купить билеты и доехать до следующего. Потому что, опять же, ну, это было время такого фанатичного служения музыке, там не было коммерческой заинтересованности, она не стояла во главе угла. Поэтому нам было важно приехать, сыграть, поделиться своей музыкой с, возможно, большим количеством людей. Что мы на этом заработаем, как-то выносило из-за скобки. Вот. И был расчет таков, что мы отыгываем концерт, на гонорар покупаем билеты, едем дальше, и так город за городом. И вдруг, как-то концерт отыгрался, ну, и тишина, и никто не подходит к нам, так сказать, не объявляет выручку и не дает заработанный гонорар. А ехать-то надо, потому что нас ждет следующий город, а следующая площадка. Мне пришлось идти к директору, как руководит группа, и пришлось идти к директору и выяснять, в чем, собственно, проблема. Вот. И я захожу к ней в кабинет, сидит такая, знаете, директриса, массивная, неприступная, как бастион. Но я понимаю, что деваться-то некуда, мы иначе здесь, в этом Томске, просто завязнем и застрянем. Я начинаю этот бастион брать приступом с прямым вопросом, а где деньги, собственно говоря? На что получаю ответ, какие деньги? Вот. Понимая, что назревает форс-мажор, я даже не помню, дословно, как строился диалог, но в результате необходимую нам сумму на билеты я из нее все-таки вытряс. Вот для чему мы смогли продвинуться дальше, доехать до Кызыла, где нас уже встречали, знаете, как небожители, потому что за сам факт того, что мы добрались туда, а это четыре дня на поезде, где потом ночь и полдня на такси, через горы, через лавины, которые там периодически сходили. это такая очень была интересная, незабываемая история из гастролей жизни. Но вот с деньгами был такой курьез. Наверное, единственное, в остальном как-то все решалось более гладко и без осложнений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 состоящий из этих двух барабанов странного вида и странного звучания и плюс то, что я принес с собой в результате концерт состоялся и в общем-то все прошло достаточно успешно именно благодаря тому, что я изначально отнесся позитивно к этой ситуации не стал драматизировать и паниковать Субтитры подогнал «Симон» Водка и девочки, как известно, сильно отвлекают от дела поэтому я как-то старался не допускать их в свою жизнь без особой необходимости создание музыки, создание музыкального законченного продукта требует огромного количества времени и сил а музыка, как известно, существо очень ревнивое которое не допускает, чтобы я делил свое время и свое внимание помимо нее с кем-то еще Может быть, какие-то крутые приколы и забавные события в моей карьере ждут меня впереди поскольку, как известно, впереди у нас все самое хорошее музыка Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!